Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашем выпуске. Они ковали победу. Глава Чувашии поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником. Пара ударного труда. Посевные работы в «Республике» вышли на финишную прямую. Игровое, этническое и региональное в Чебоксарах готовятся к международному кинофестивалю. Посевная в «Республике» завершится до конца недели, если погода не предподнесет сюрпризов. Агрария продолжает наращивать темпы. В крупных хозяйствах начали сажать картофель. Глава региона отправился в муниципалитеты, чтобы проинспектировать ход весенней страды и благоустройство населенных пунктов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Это результаты работы высокоточной GPS-системы. Когда траекторию движения трактору прокладывают специальные датчики, формируются идеально ровные ряды. В этом случае корневая система приживается лучше, говорят в агрофирме. Благодаря современным технологиям в этом хозяйстве получают большой урожай картофеля. «Семена для посадки сортируют и хранят в специальном комплексе при оптимальной температуре. Здесь картофелю не страшны ни сырость, ни морозы. Большие объемы собираемого урожая в хозяйстве реализуют зимой, когда цены на продукцию повышаются. В этом деле многое зависит от спроса на рынке», — отметил глава региона. «Картофель для нас культура была всегда выгодной и останется выгодной культурой. Появились сейчас маслячные культуры, где доход тоже очень хороший получается. И хозяйство в этом году тоже больше сеет. Это мелкосеменные культуры. На уборке, конечно, риски есть в зоне рискованного земледелия. Поэтому кто как приспосабливается к погодным условиям, от этого еще зависит успех». Для картофелеводов республики выводят новые сорта. Задача специалистов этого селекционного центра — произвести элитные семена. «Затыкаем пробки ватой и потом растения черенкуем в ламинарные и их помещаем, стерилизуя еще раз в горелки в чистую среду». В перспективе в селекционном центре намерены производить порядка 5000 элитных семян картофеля в год. Из десятка сортов на опытном поле специалисты отбирают самые продуктивные. «Новые сорта картофеля выводят в лаборатории в условиях тотальной стерильности. К примеру, чтобы получить мини-клубни, роски из пробирки пересадят в теплице». Растеневодческие хозяйства в этом году рассчитывают на большой урожай. В агрофирме «Пионер» сделали ставку на горчицу, рапс и донник. На эти культуры повышаются спрос и цены. «Мы стараемся максимально получить, так скажем, дополнительную прибыль за счет опыления этих растений. То есть у нас еще и пчеловодство. На этот год мы на полях и Бресенского, и Канажского района засеиваем 2800 гектаров. Из них 500 гектаров – это зимы с учетом пересева». Аграриям республики предстоит пересеять свыше 40 тысяч гектаров озимых. Глава региона отметил, что хозяйством возместят убытки страховые компании. «Мы просто объявили чрезвычайное положение по гибели озимых с учетом дефицита влаги. Почвенная засуха была в прошлом году, переходящий он остался и на этот год. Наша задача – обрабатывать своевременно все те поля по структуре посевных площадей и своевременно проводить агротехнические мероприятия». Там, где поля, обработанные по всем правилам, посевы озимых пошли в рост даже несмотря на почвенную засуху. Опыт аграриев, работающих эффективно, необходимо перенимать. Такую задачу поставил глава региона. Многие хозяйства республики продолжают вводить в оборот залежные участки. Долгие годы оставались необработанными земли вблизи деревни Яныше. Новые арендаторы поля уже завершают посевную. А вот одно из крупных сельхозпредприятий муниципалитета испытывает не лучшие времена. Как повысить рентабельность, глава республики обсуждал и в сельхозкооперативе «Новый путь». На ферме растут надои и молока и увеличивается поголовье коров. Развивать хозяйство помогают госпрограммы. За товарное молоко, например, получили за три квартала по 300 с лишним тысяч, около миллионов рублей. Это за товарное молоко. За 4 миллиона мы получили за маточное поголовье, содержание маточного поголовья. Работа на селе привлекает молодые кадры. Главному зоотехнику сельхозкооператива «Новый путь» всего 22 года. Сразу пригласили, после как закончила бакалавр, сразу пришла сюда работать после диплома. Я привыкла, мне душе нравится жить в деревне, а то я решила остаться в деревне. Комфортная среда проживания. Вот что сейчас может привлечь молодежь на село. И в этом деле мелочей не бывает. Глава региона проинспектировал, как обстоят дела с вывозом мусора и благоустройством Валикова. Навести повсеместно порядок и снести бесхозные объекты до июля. Такое поручение Михаил Игнатьев дал местным властям. Земли закрепляй. Все, успех, удачи. Спасибо. Увидимся в следующий раз здесь. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Собираетесь продать, купить или подарить земельный участок? Убедитесь в том, что он размежован. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. По новому закону, межевание участка с этого года является обязательной процедурой, без проведения которой владелец земли не может его продавать, дарить, передавать по наследству, сдавать в аренду. Границы земельного участка на глаз не определишь. Для этого нужны специалисты – кадастровые инженеры. Они с помощью специального инвентаря рассчитают площадь до сантиметра и зафиксируют все документально. Нина Князькова купила дачный участок еще 8 лет назад. Сейчас решила привести все документы в порядок и пригласила кадастровых инженеров. С соседом скандал, чтоб не было. По наследству детям оставаться, внукам оставаться. У них проблем не будет. Есть документы. Кто-то приедет, покажет. Никто не придерется. Мои соседи, кто межевал, кто не межевал. Я им лично советую. Сейчас уже невозможно стать полноправным владельцем участка, границы которого не определены. Без межевания не совершаются сделки по купли-продаже земельных участков. Межуют землю и для того, чтобы не возникало споров среди соседей, что кто-то на полметра заступил за чужую границу и тому подобное. Межевание необходимо провести по всем земельным участкам, которые предоставлены гражданам для ведения садоводства, огородничества, лично-подсобного хозяйства, дачного хозяйства, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства. Межевание позволит избежать гражданам судебных расходов. Услуга платная. На межевание участка в среднем может уйти 5-6 тысяч рублей. Если заявка коллективная, то дешевле. При определении границ земли в судебном порядке расходы увеличиваются в 25 раз, говорят специалисты. Рекомендуем всем владельцам земельных участков провести процедуру межевания. Данная работа позволит уточнить границы земельного участка на местности, определить его площадь и внести эти данные в единый государственный реестр объектов недвижимости. Что позволит в дальнейшем избежать возможных имущественных споров с соседями. Заказать межевание участка можно в Чуваштехинвентаризации по переулку Бабушкина, дом 8. Собственнику необходимо принести с собой пакет документов. Подробнее о них можно узнать на сайте учреждения. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика. Сегодня глава региона поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, которые отдыхают в социально-оздоровительном центре «Вега». Поправить здоровье в санатории Виталий Сергеев приезжает уже не в первый раз. В номере есть все удобства и бонус – прекрасный вид с балкона. Физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. За 18 дней здесь проходит целый оздоровительный курс. Сейчас в Веге отдыхают 100 человек – вдов ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Под эту песню в чувашских деревнях провожали солдат на фронт. Платок на плечи будущего бойца – старинный обычай. Платок служил оберегом, и его бережно хранили родные солдата. У Веры Афанасьевой на войну ушел старший брат. Она, 9-летняя девочка, пошла работать в колхоз. Солнце уходило, после солнца заходило домой. Я плохо, мало спала. И все постоянно я в поле, в поле, в поле. И дождики, и морозы. У нас туда плаща не было, еды не было, ничего не было. Мы вот такие бедки в лесу собирали. Вот на яйцо сварить яйцо хватит, на это хватит. Тров не было, ничего не было. Это соломы топили, топили соломы. Откуда силы находились? У нас была какая-то жизнь, чтобы победить. Истории каждого из них похожи. В один трагический момент из детей они превратились во взрослых. Война заставила. И они 4 года делали все возможное, чтобы победить. В республике живут 12,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 11 тысяч – труженики тыла. Это очень важно для нас и значимо для нас, чтобы вспомнить историю. Чтобы вспомнить героизм советского народа. Каждого солдата, каждого матроса и каждого труженика тыла, которые обеспечивали продовольствием. Сами практически ничего не оставалось, но они обеспечивали фронт для нашей победы. Чтобы перед нами, мы как молодое поколение, имели над головой голубое мирное небо. Красные гвоздики и памятные открытки. Малая часть бесконечной благодарности за великую победу. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. В канун дня победы в Чувашии состоялся показ фильма «Несокрушимый», посвященный подвигу танкистов в годы Великой Отечественной войны. Командир экипажа Семен Коновалов по национальности Чуваш родился в деревне Ембулатова на границе Татарстана и Чувашии. Сегодня в Чебоксарах побывала дочь героя Ирины Коновалова. О подвиге экипажа Коноваловой в Чувашии знают и помнят. В одном из сражений, оказавшись отрезанными от своих, танкисты в одиночку приняли бой, сумели уничтожить 12 танков противника, 8 машин с офицерами и солдатами и бронемашину. Семен Коновалов дослужил до конца войны и демобилизовался в 1946 году. Сегодня дочь легендарного танкиста Ирина Коновалова-Бродская живет в Казани, но интересуется жизнью малой родины. Глава Чувашии Михаил Гдатьев рассказал гостей, как развивается республика и ее столица. В эти предпраздничные дни во всех школах проходят встречи с ветеранами. Уроки мужества, смотры, строй и песни, праздничные программы, традиционные акции, сирень Победы, Георгиевская ленточка, свеча памяти. Этот перечень можно продолжить. Сейчас в нашей республике живут более 12 тысяч ветеранов. Особая забота и внимание – это самое малое, что может сделать государство для людей, защитивших родину в трагические для нее дни. Социальная опека, патронат медиков, помощь волонтеров. Лишь бы они жили в достойных условиях. В эти дни ветераны-толовики по всей стране получают поздравительные письма от президента России. В преддверии 9 мая им предоставляют дополнительные льготы и компенсации. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны установлено право на бесплатный проезд. Данная льгота будет предоставляться с 3 по 12 мая. Она ежегодно представляется. В соответствии с указом президента Российской Федерации 21 апреля, мая и июня, 542 инвалиды и участника войны, которые проживают на территории Чувашской республики, через органы пенсионного обеспечения будут выплачены 10 тысяч рублей. Большую работу в этом году провели и волонтеры республики. С их помощью в Чувашии были реализованы такие международные проекты, как «Слово победителя», «Лица победы» и другие. Они благоустроили и могилы ветеранов, и места, посвященные Великой Отечественной войне. Причем инициатива действительно исходила от самих ребят, от волонтеров победы. Традиционной у нас в городе уже стала акция «Чистые окна». Волонтерские бригады, студенты вузов СУЗов посещают ветеранов, уже побывали в 20 квартирах. Что касается основных торжественных мероприятий, которые пройдут 9 мая, то есть небольшие изменения в порядке прохождения сводного полка, подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. Будет два АМ-2. Телекомоторные самолеты, которые мы каждый год планировали, они пролетали красиво, там вот это вот все. Большому службу, единодесертская служба нам запретила. Надо будет на следующий год как-то это дело продавлять, потому что это тоже хорошая составляющая, она очень знаковая, смотрится неплохо. Приземляться парашютисты будут не как обычно мы здесь, а будем у Мазера. На охране общественного порядка 9 мая будут задействованы более полутора тысяч сотрудников органов внутренних дел. Особое внимание уделено обеспечению безопасности массовых мероприятий. Сегодня по всей стране проходят генеральные репетиции парада победы. Чувашия не исключение. Юлия Важенина и Андрей Спиридонов узнали, как готовиться к главному событию на Красной площади в Чебоксарах. Четко заданный темп, отточенный шаг в такт музыки. Генеральная репетиция парада победы – возможность еще раз проверить, все ли готово. Это уже четвертая репетиция по счету. Тренировка, она по жизни всегда нужна, потому что без учения в бой не пойдешь. Поэтому также и здесь строй идет неплохо, есть мелкие замечания, которые мы будем устранять. А так, в принципе, мы на 99,9% готовы к параду. В этом году парад техники условно поделен на три части. Первая – историческая. По площади пройдет настоящая военная техника, в ее числе и легендарная «Катюша», вернее, ее полная копия. Во второй части зрители увидят машины и оружие советских времен. Завершит парад, вооружение которым оснащена современная армия. Кстати, в строю представлено военное оборудование производства Шумерлинского завода. Всего же в параде задействуют более 80 единиц техники. Ирина Митрофанова приезжает на парад каждый год из Новочебоксарска. В этом году решила посмотреть репетицию. От парада я каждый год, когда приезжаю, я всегда от него в восторге. Замечательное прохождение военных, военной техники, кадетов, военного оркестра. Смотря на этот парад, ты заряжаешься оптимизмом. Оттачивают свое мастерство и активно готовятся к параду участники сводного полка Чебоксарского гарнизона, кадеты, парашютисты и оркестр управления Росгвардии. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Первые юбилейные медали в памяти о 550-летии Чебоксар вручили сегодня горожанам, ветеранам Великой Отечественной войны. После фронта они вернулись на родину и внесли значительный вклад в развитие столицы. Подробности в нашем сюжете. «Уходя, обещал, вернусь, и жене говорил, и всем, и живет в моем сердце грунт, что не знал я его совсем. Он на входу тех лет не дед, а еще молодой такой, и военный кровавый цвет не пролился». Ветеранам, которых пригласили сегодня в администрацию города, повезло. Они вернулись живыми. Но на их долю выпало немало испытаний. «У меня челюсть полностью, знаете ли, раздробили, да, кровь, и я упал. И думаю, неужели мне придется на этой польской территории, польской земле умереть. И тут же я очень крови много потерял, и слышу, ползет кто-то все, думаю, вот. Но у меня уже при мне ничего нет, да, уйдет. Но ничего, оказывается, это был наш санитар, да, из Канашар, в одном полку мы воевали». Эти люди не привыкли жаловаться. Несмотря на преклонный возраст, они и сегодня в воплощении стойкости и жизнелюбия. «К сожалению, все меньше и меньше становится реальных участников войны. Но наша задача – передать то мужество, ту отвагу, с которой мы добивались победы, победы нашему подрастающему поколению, чтобы они помнили, чтили, гордились вами, чтобы всегда знали, какой ценой досталась эта победа». Первые юбилейные медали в память о 550-летии Чебоксар – тем, кем мы действительно гордимся. Они не только прошли всю войну, но и, вернувшись на родину, внесли значительный вклад в развитие столицы. «И вот накануне 550-летия, конечно же, первые эти медали именно в честь 9 мая вам о городе, когда ему будет 550. Низкий поклон. Большое спасибо вам». Григорию Охотникову в этом году исполнится 95 лет. На фронт он ушел в 18, а после войны долгое время работал в строительной отрасли. Руководил возведением памятника Чапаеву. За отличную работу получил звание заслуженного строителя Чувашской республики. «Я очень рад. Такой торжественный день, встречи, почетную грамоту и медаль вручили мне со всеми участниками, кто хорошо работал в развитии нашего города. Город продолжает развиваться с каждым годом, с каждым днем даже красивее и лучше становится». Медали в память о 550-летии Чебоксар заняли свое место на пиджаках ветеранов. Хотя найти место для них оказалось не так просто. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, «Республика». Мы продолжаем рассказ о героях войны. Наша съемочная группа побывала в гостях у Петра Николаевича Теплова. Ветерана Великой Отечественной войны Петра Николаевича Теплова в Чебоксарах знают многие. Мы привыкли видеть его с орденами и медалями, а родные в удобном кресле с лупой и книгой в руках. Дедуль, у тебя новая открытка откуда? Открытки из разных мест. А вот это новая откуда? Это президент Российской Федерации Путин прислал. Сегодня получил только. А это открытка на 95-летний юбилей от правнуков. Их у Петра Николаевича 13. Каждый год он встречается с их одноклассниками, отвечая на десятки вопросов про сражения, ранения, а еще про письма, которые бойцы писали домой. В 41-м выпускник школы хотел стать летчиком, но попал на ускоренные курсы военной училища связи. Так и прошел всю войну связистом. Зимой очень трудно было, конечно. Вот по снегу ползком, небес все стреляет, пули летят, снаряды рвутся, бомбы рвутся, пули свистят, и вот в этом ползком, ползком, по снегу, по снегу, и вот так давали связь. Дед, а вы же один раз были в засаде, там, расскажи, там что-то рассоединилось, ты говорил, что ты еще полз там, рассказывал. Много было случаев таких, вот кабель не хватает, оттуда чаешь, оттуда чаешь, бомба суть взорвала, еле снаряд. Несколько кусков, собираешь, собираешь, и не хватает, не хватает кабель. Вот чаешь, чаешь, оттуда чаешь, отсюда, и зубами держал, вот так. В конце кабеля. тяжело было, конечно, тяжело было. Все воспоминания Петр Николаевич собрал в книге. Как от голода по вечерам не видели глаза, как друг случайно подстрелил голубя с письмом для Гитлера. И, конечно, о дне победы. Он встретил его в Латвии. Оттуда передовой возвращаются солдаты. Что такое, я говорю? Даже не раненые возвращаются. Они говорят, война кончилась? Как это война кончилась? А мы не знаем. Вот так всю жизнь с улыбкой на лице. Секрет бодрости, банька и ежедневная прогулка в рощи. Петр Николаевич всем готов помочь и никогда ни на что не жалуется. Дед, он у тебя, наверное, килограмм 10 весит. Ох, много. Вот когда день победы, целый день ходишь, в дик, устаешь, страшно. 9 мая три ордена Красной Звезды снова будут красоваться на груди ветерана. И он снова не откажет никому фотографии. Хоть и тяжело. Дедоль, а как правильно честь отдавать? Немножечко, в рощь немного. Вот так. Служу России! Молодец! Мария Шоклева, Бахтияр Вилеев, Республика. Диктант Победы. Более 600 жителей Чувашии сегодня сели за парты, чтобы ответить на вопросы, связанные с героическими страницами истории нашей страны. В числе организаторов российское военное, историческое общество и другие общественные фонды и организации. Проверить знания о легендарном прошлом отчизны пришли представители органов власти, студенты, ветераны. Наши журналисты побывали на одной из площадок акция в ЧГУ имени Ульянова. Диктант Победы – это тест из 20 заданий. На выполнение всего 45 минут, но многие участники справились с вопросами намного быстрее. Ветеран войны Евгений Беляев тоже принял участие в акции. Правильные ответы нашел быстро. Я по-моему, ничего сложного не было. Это для средней школы, наверное, где-то около этого, до 9-11 класса. Участникам пришлось вспомнить не только даты самых важных боевых сражений, но и фильмы, литературные произведения на военную тему. Моменты для меня были совершенно они понятны, ясны абсолютно. Нет там никаких сложностей. Это хрестометний материал, который просто-напросто обязан знать каждый гражданин нашей России. Сегодня то, что происходит в университете, это совершенно потрясающее явление. Вот такие моменты, они как раз объединяют народ. Они дают нам силу и дух, что Россию нужно защищать. И это будем мы делать. Итоги можно будет увидеть на сайте диктантпобеды.рф 12 июня. Победители акции определят на местном, региональном и федеральном уровнях. 7 мая в нашей стране традиционно отмечается День радио. Этот профессиональный праздник имеет отношение ко всем, кто выбрал делом своей жизни отрасль связи. Вряд ли 124 года назад известный российский физик Александр Попов предполагал, что его изобретение радиоприемник станет основой развития различных каналов связи. Коммуникационные технологии совершили во времени такой огромный скачок, что их присутствие в нашей жизни уже никого не удивляет. Сеть многофункциональных центров по всей республике, электронные услуги, мобильные устройства. Это наша повседневность. Сегодня в Национальной библиотеке состоялся форум информационной технологии на службе общества, бизнеса и власти. Его участники специалисты отрасли связи, как всегда говорили о достижениях, прорывных проектах, проблемах, которые надо решать и, конечно, перспективах. Основной задачей по этому году мы ставим для себя это развитие территории вещания Национального радио Чуваши и, соответственно, Таванрадио. Уже в ближайшее время наши радиостанции будут вещать в каждой точке Чувашской республики. И второй момент, это прежде всего связано уже с айтишниками, это развитие естественной связи на всей территории Чувашской республики. С гордостью можно сказать о том, что проект по устранению цифрового неравенства у нас набирает больше оборота и уже к концу этого года будет создана практически по всей территории Чувашской республики инфраструктура системы связи, которая позволит иметь доступ к хорошему интернету, широполосному интернету практически для каждого жителя Чувашской республики, вне зависимости от места его проживания. И третий большой момент, это отказ от технологий, которые нам изначально всегда навязывались с зарубежными интернет-компаниями и переход на использование отечественных платформ. Почти 100 мероприятий пройдет в Чувашии в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля. С 20 по 24 мая на разных площадках республики состоятся кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи с участниками и гостями фестиваля. Планируется, что в Чебоксарах высадится целый звездный десант. Ангелина Вовк, Виктор Сухоруков, Борис Грачевский и многие другие. О встречах со зрителями, конкурсных лентах на пресс-конференции рассказал программный директор и художественный руководитель кинофестиваля Сергей Лаврентьев. В рамках кинофестиваля состоятся два конкурса игрового кино, а также этнического и регионального. В первом участвуют 10 картин, в другом 12. Планируется, что к нам приедут более 60 режиссеров, продюсеров, популярных актеров, театра и кино, а также критики и киноведы, представители самых разных стран. География расширяется, дальше некуда, собственно говоря. Казалось бы, дальше Южной Америки, Южной Кореи и Северной Америки, и куда еще. Осталась там Южная Америка и Австралия. Вот Австралия как раз и будет. Беет отношение по культуре австралийского посольства. И, значит, замечательный, страшно австралийский кинокритик Григорий Долгополов. Традиционно зритель увидит те ленты, которые ранее не демонстрировались в Чувашии, и которые не выходили еще в широкий прокат. В этом году у нас две больших церемонии пройдут в Театре оперы и балета. Это церемонии открытия и закрытия. Плюс в Театре оперы и балета состоится творческая встреча с Виктором Сухоруковым. Вот, достаточно большая программа будет. Показаны его, отрывков из его работ. Творческие встречи, на самом деле, у него было за всю его историю только одна. В Москве на свой юбилей, в 65 лет он делал. Вот вторую творческую встречу будет делать специально для Чебоксара здесь. Две программы готовит Борис Грачевский. Это новый Ралаш, естественно, в выпуске его. И плюс ко всему его режиссерская работа. Это не для детей. Да, фильм, который не для детей. В конкурсе будут участвовать и ленты чувашских режиссеров. Сразу пять картин будут бороться за приз «Оне». Вне конкурса будут показаны еще два фильма наших режиссеров Юрия Сергеева и Юрия Спиридонова. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика. Таким стал этот вторник. А я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова